Сегодня глава республики Рашид Тимрезов выступил с ежегодным докладным посланием к жителям республики, депутатам парламента, членам правительства, членам Совета Федерации, депутатам Госдумы. В мероприятии также приняли участие представители духовенства, главы городов и районов республики, представители судебных, правоохранительных и силовых структур, общественных организаций и многие другие. Глава региона подвел итоги прошедшего года и озвучил стратегический план развития. Подробности расскажет Мурат Джанкёзов. Рашид Тимрезов отметил, что минувший год поставил перед Карачаево-Черкесией сложные задачи, прежде всего по организации работы по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что система здравоохранения республики достаточно быстро отреагировала на вызовы, связанные с пандемией. В кратчайшие сроки было развернуто 7 ковид-госпиталей на 1320 коек. На работу в ковид-госпиталях привлечено 1142 медицинских работников. Помимо федеральных доплат, инициированных президентом Российской Федерации, уже с апреля каждый работник красной зоны или ковидной бригады получал и региональные доплаты. На эти цели мы направили полмиллиарда рублей из бюджета республики. На текущий год сохранены все социальные выплаты. Глава республики объявил о новых мерах стимулирования рождаемости в дополнение к действующим. Так, в республике будет введена новая выплата при рождении третьего ребенка в размере 35 тысяч рублей. А при рождении второго выплаты увеличат с 20 тысяч до 25. Участникам программы «Земский доктор» и «Земский учитель» с января следующего года будет дополнительно выплачиваться по 100 тысяч рублей из регионального бюджета. В 2020 году на поддержку семьи, материнства и детства направлено 3,3 миллиарда рублей. В соответствии с посланием президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, в 2021 году введены дополнительные меры поддержки семей с детьми. Все эти меры, безусловно, повлияют на увеличение рождаемости в регионе и улучшение качества жизни семей с детьми. В рамках доклада послания глава республики сообщил, что введены региональные доплаты работникам сельских клубов и сельских спорткомплексов по 5 тысяч рублей ежемесячно в дополнение к зарплате. В год столетия Карачаева-Черкесии начнется проектирование, а с 2023 года и строительство сразу трех больших групповых водопроводов. Реализация этих проектов позволит обеспечить качественным водоснабжением около 60 тысяч человек в пяти муниципальных районах. Многодетные семьи дополнительно получат 10 кубов лесоматериалов на строительство домов. Установленные для ветеранов Великой Отечественной войны все меры социальной поддержки предоставлены в полном объеме. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, в прошлом году сельское хозяйство республики показало неплохие результаты благодаря мерам государственной поддержки. На государственную поддержку сельского хозяйства в прошлом году было направлено более 1,3 миллиарда рублей, в том числе 266 миллионов из регионального бюджета. Ее получили 860 сельскохозяйственных товаропроизводителей и организации агропромышленного комплекса. Благодаря реализации государственной программы развития Северно-Кавказского федерального опыта в период до 2025 года, с 2016 года в республике начала возрождаться культура садоводства, которая, к сожалению, была утрачена в постперестроечный период. Флагманом развития садоводства является общество с ограниченной ответственностью сады Карачаево-Черкесии. Сегодня более 500 гектаров садов интенсивного типа уже введены в изглотацию. Готовится к реализации один из перспективных проектов строительства современного горно-обогатительного комбината в Уропском районе. Глава республики назвал одной из главных целей стратегии развития республики на ближайшие пять лет создание 10 тысяч новых высокотехнологичных и высокооплачиваемых рабочих мест. Для этого разработает новую обновленную программу стратегии развития. Мурат Сентьюзов, Рашид Токов, Вести Карачаево, Черкисия.